Данная школа Данная школа и данное мероприятие, которое проводится, я считаю не просто полезным, а, пожалуй, на моей практике единственным пока что существующим опытом объединения молодежи не политической, а промышленной, производственной, индустриальной, проектной идеей. Это очень хорошо, это альтернатива, это другая форма объединения людей. Экология природопользования это не отрасль, а это стратегическая зона развития инноваций в стране, потому что это то, что задает базовые принципы изменения всех других промышленных систем на экологических основаниях, которые позволяют, с одной стороны, воспроизводить условия для жизнедеятельности населения к стране, а с другой стороны, повышать уровень и качество здоровья нации за счет экологической продукции сельского хозяйства. Летние школы программы «Лифт в будущее» стали настоящими лабораториями будущего для сотен школьников, прибывших из различных регионов страны. Направление, как и вся школа, ставит целью дать детям опыт, проектные исследовательские деятельности при решении некоторых реальных проблем. В данном случае проблем связаны с экологией. При этом трудность заключается в том, что в отличие, скажем, от транспорта или энергетики, экология – это не отрасль. Экология – это некоторая наука о взаимодействии природы и человека, и для того, чтобы получить практическое применение, она должна перейти в определенные принципы работы человека во всех сферах деятельности – в производстве, на транспорте, в организации жизни в городе. В нашем направлении первое время мы как раз выясняли, каким образом от некоторых общих знаний о взаимодействии природы и человека можно перейти к практическим задачам в этой области, к постановке проблем, которые сейчас в этой сфере существуют, и нахождению их решений. На 20 дней ребята погрузились в теорию и практику проектной деятельности, где под руководством кураторов они учились выделять ключевые проблемы, формулировать задачи для их преодоления, вести творческие дискуссии и аргументировать свою точку зрения. По ходу учебы перед школьниками ставились конкретные производственные, технические или социальные вопросы. Для их решения требовалось создавать команды. Я преподаю в летней школе курс микробиологии. Микробиология у нас не совсем обычная, то есть мы не занимаемся просто классическим методом посева, учёта количества определений микроорганизмов, а мы пытаемся понять, что в природе микроорганизмы эти живут, и пытаемся оценить их жизнедеятельность. Тут я пишу проект про экодом, а также пишу проект по водным беспозвоночным, по гидробиологии. А здесь я занимаюсь проектом по сельскому хозяйству, экологичному сельскому хозяйству, а также работаю по гидроботанике, определяю растения на водоёмах реки Клязьмы, а также провожу физико-химические анализы по свойствам воды. Наши исследования, они в основном полевые и связаны с лабораторией, то есть ребята не узкоспециализированные становятся, а мы стараемся, чтобы ребята получали такое разностороннее представление о том, что вокруг них происходит, что живёт. Ребята занимались такой темой, как диагностика здоровья почвы. Здесь дети пытались выявить наиболее значимые параметры состояния микробного сообщества. Они измеряли также физико-химические показатели, мерили температуру, определяли кислотность, содержание органического вещества, ионов, присутствующих в почвенной суспензии, и сравнивали это всё с параметрами микробной системы. Принципиальной является стыковка исследовательской деятельности и проектной деятельности, поскольку исследования важны не сами по себе, а в данном случае, если они помогают решать какие-то проектные задачи. И кураторы подводили ребят к пониманию, что многие задачи решаются на стыке инженерно-конструкторской, инженерно-технической работы с научно-исследовательской. В рамках законов развития биосферы ребята учатся выбирать ту часть, на которую реально могут оценить своё собственное воздействие, и это формирует определённый тип и отношения с окружающей средой и вводит их в основы научной деятельности, но уже не только чисто исследовательской. На них открывается несколько, расширяется спектр возможной социализации. Учёный, оказывается, это не только тот, который сидит, пишет монографии, занимается фундаментальной наукой, но есть и прикладная отрасль, и отрасль, связанная с масштабированием технологии, и устро-постановка технологии, потому что не все реально должны становиться великими учёными. Вот, может быть, кто-то будет великим технологом. Цель нашей группы – это было создание биопрепарата на основе специальных бактерий для ремедиации почвы. Для решения этой проблемы мы поставили несколько задач, которые должны были бы решить в лаборатории. Одна из этих задач – это было выявление красной черты, то есть грани, когда организмы погибают, при какой концентрации погибают организмы. Нами было использовано два пестицида – это топаз и райок. Прямо в школе была развернута достаточно хорошо оснащённая лаборатория, в которой было поставлено несколько современных методик, например, активности микробных сообществ прямо в почве. Выполнялось мульти-лабораторное тестирование, которое принято на вооружение сертификационными центрами в Европе и Америке. Оценивалась ферментативная активность природных сообществ, то есть в почве ребята могли определить содержание разных ферментов и судить о процессах, происходящих в экосистемах. Встречи, которые здесь организованы, позволяют молодым людям найти некую точку опоры. И это просто чудо какое-то, потому что очень часто просто энергичные люди не могут найти вектор приложения данной силы. Здесь, на этих встречах, они могут этот вектор получить. И если не полностью, то, по крайней мере, ориентир какой-то для продвижения своих мыслей, своих маленьких пока ещё проектов, получить ту самую практику. Тот самый мизерный, пусть первоначальный, самый-самый первый, но тот очень важный опыт, который потом подскажет им, как на более сложных материях и на более сложных проектах реализовывать то, что они хотят. Конечно же, никто не утверждает, что все дети, которые работали в этом направлении, станут экологами-природоохранителями в разных сферах. Но сам опыт такой проектной деятельности, то есть анализа ситуации, постановки проблем, поиска проектного решения этих проблем, причём такого поиска, когда неготовые решения скачиваются из интернета, а ребята находят то, чего раньше не было. Этот опыт в любой сфере деятельности даст детям очень много. К нам приезжали дети почти из 70 регионов России. И сейчас, когда они разъезжаются, мы пытаемся решить следующую задачу. Как сделать так, чтобы наблюдать их последние 6-7 лет после того, как они уедут из нашей последней школы. Потому что уникальность программы «Лим Будущее» как раз в том, что мы сможем отслеживать их профессиональные траектории, мы можем им задавать некоторые акценты. Так те проекты, которые вышли в финал, будут разрабатываться на портале под руководством наших же педагогов. И дети, которые уедут в регионы, удалённые от Москвы, от Петербурга, традиционно удалённые от ведущих научных центров, они всё равно смогут продолжать оставаться в программе и продолжать разрабатывать свои проекты. в интересах своих регионов.